Здравствуйте, друзья! Вторая декада февраля радует нас множеством новостей, множеством астрологических новостей. Вчера, 10 февраля, Меркурий перешел в рыбы, и здесь он будет до 14 апреля. Почему так долго, спросите вы? Потому что первая ретроградная фаза Меркурия случится в марте 2019 года. В 2019 году Меркурий будет ретроградить в знаках воды, и первой на очереди у нас рыбка. Рыбки в марте с 5 по 28, ретроградный Меркурий. Я еще не сделала прогнозы на март, но надеюсь, у меня получится это сделать, и там я расскажу подробнее каждому знаку зодиака, в каком доме гороскопа будет ретроградить Меркурий. Сейчас скажу общий прогноз, общие рекомендации, они классические. Это рекомендации не покупать технику, особенно, если эта техника такая значительная, как автомобиль или иная, например, компьютер. Если вы покупаете, если вы вынуждены, значит так надо, значит покупайте, но рекомендую сохранять все чеки. Также рекомендация по поводу путешествий, классическая. Лучше ездить, если вы едете куда-то, то в те места, где вы уже когда-то были. Хорошее время для того, чтобы что-то перепродавать. Замечательное время для того, чтобы восстанавливать связи любого уровня контакты, в том числе и любовные отношения. С 5 по 28 марта. Уже сегодня, 11 февраля, у нас наблюдается на небе соединение Марса с Ураном. Точным этот аспект будет 13 февраля. Марс с Ураном соединяются в последнем градусе Овна. Здесь включается высший зодиак Кит или Левиафан. Если у вас в последних градусах Овна или первых градусах Тельца есть какая-либо планета, это значит, что этот знак высшего зодиака у вас включен. Ваша задача по жизни – это открытая борьба с хаосом и злом. В первую очередь в себе, во вторую очередь, и потому что вы сможете преодолеть своё внутреннее зло, вы сможете преодолеть его во всём мире. Это открытая борьба. Собственно, это то, что позволено Овну. Во всех Овнах и в Тельцах, которые родились в первых числах, Тельца в первых градусах, может быть, у вас другая планета, то есть не обязательно Солнышко. То есть, конечно, в первую очередь информация, которую я передаю, актуальна для тех, кто родился с 12 апреля по 26 апреля примерно. Но если у вас там Луна или ещё какая-то планета, Меркурий, Венера, также эта информация про вас. Главное, что вы должны понимать, что это энергия Овна, это открытая энергия, свободное проявление себя в первую очередь. Если вы ещё не знакомы с системой Высшего Зодиака, вы можете получить эту информацию в любом источнике, в том числе в открытом доступе в интернете. В качестве примера сайт Шувани РС. Посмотрите, как красиво здесь написано. «Гигантская мощь, которая мечется, не веря в свои силы, великое разрушительное начало». Это, в принципе, об этом, о соединении Марса и Урана. Что нам нужно, чтобы наша мощная, наша энергия, сила, внутренняя духа, которая дана каждому человеку от рождения, что нужно, чтобы она не была разрушительной? Верить в себе и знать, к чему вы стремитесь. 14 февраля Марс, после такого мощного соединения с Ураном, переходит в телец. Здесь он расслабляется, здесь он не в самом хорошем для себя положении находится. Поэтому, может быть, вы уже чувствуете, что вы так много работали, вот начиная с января, что очень устали. Но помните, пожалуйста, усталость не повод сдаваться. Если устали, отдохните. И период, пока Марс будет в телце, до 31 марта, очень хорош для отдыха, тем более, в частности, 14 февраля, на День всех влюбленных, обязательно проявите любовь к себе, к своему партнеру, к своим детям, к миру в целом. Отдохните в этот период. И Меркурия в рыбах, и Марс в телеце. Это про то, что нужно явно стать более расслабленнее, более плавным, добавить в свою жизнь спокойного потока, чистой, прохладной реки. 15 февраля будет праздник Сретенье или Громница. Это отдельная, очень интересная тема. Праздник, который празднуется перед Масленицей, это преддверие Масленицы. По сути, это время борьбы между зимой и весной. Но также это и о внутренней нашей борьбе, о необходимости преодолевать себя, проходить от холода сердца к теплу сердца. С 15 февраля до 15 марта еще будьте осторожны, берегите себя, берегите свое здоровье, потому что это как раз-таки тот самый февраль, который лютый. Погода может меняться резко и неожиданно. 18 числа случится грандиознейшее событие, очень значительное, важное. И может быть кому-то покажется, может быть даже кто-то скажет, что я ничего не знаю, что это вообще за планета, но эта планета, это планетоид, также это астероид, Херон переходит в Овен и переходит до 2027 года. Мы видим, что вот только в марте покинет Овен Уран, а Херон практически одновременно, они сменяют пост, Херон входит в Овен. Это целитель, учитель, воспитатель. Херон — человек, который отдал свою жизнь, отдал вообще своё существование тому, чтобы служить людям, терпя боль. В то же время Херон — это несомненно планетуид любви, по крайней мере, я его всегда так трактую. Это планетуид супружеских отношений, он схож по энергетике с Венерой, это второй управитель знака Здиака Весов, где первым управителем является Венера. Можно сказать, что и к Нептуну Херон также очень близок, а Нептун, как вы знаете, это высшая октава Венеры. Херон — это планета истинного супружества, поэтому ожидайте, дорогие друзья, кто одинок или кто в паре уже, но не слишком довольны отношениями, вы можете исцелить и своё сердце, и сердце партнёра, и совместно, будучи в отношениях, исцелиться, исцелить друг дружку. До 2027 года будет период проявленного целительства любовью и в любви, и в парах. Соответственно, если вы встретите своего возлюбленного в этот период, он станет для вас целителем. Если вы уже в отношениях, вы сможете открыть в себе способность любовью исцелять сердце партнёра, также его способность вас любить, исцеляя. 19-го числа случится сразу два события. Солнышко перейдёт в знак Сдиака, рыбы и полнолуние в Деве. Но об этом я уже вам рассказывала в своих газороскопах на февраль, поэтому пересмотрите их, пожалуйста, послушайте, что принесут вам эти чудесные транзиты. Всего доброго, дорогие друзья! Всего доброго! Доброго! Субтитры создавал DimaTorzok